Немного детям еды привезли. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. С подарками. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Спасибо. здравствуйте добрый день подарочками можно подходит до вас трошки чистого привезли проходьте да давайте давайте все да потом трошки сладости трошки такого честь по трошки пособирали привет я к ваша дела кулачок и не кажется что это дядечка военна похож на кресла тетя привет как дела как ваши дела девчатка что вы новые корзинки делала чем занималась да а я почти тут была да по моему прослера класс для украшений да красиво умничка короче мы с ростиком играли в супер бед такая игра на я увидел что вы пришли вот хотел бы кое-что сказать да вот очень хотим вернуться все домой хотим вернуться живые хотим увидеть своих родителей не родители родные родных там и так далее все которые поэтому это мы тут сами подружилась и скоро будет и выберет изи будет и все вместе дальше друзья друзья это да класс класс какие вы данные все тут уже и сколько дней уже не считаете ну полтора месяца сегодня какой 21 апреля вот с 5 марта мы со 2 марта на работу пришли и так тут и осталось я не работник комбината мы просто прибежали после обстрела дома сюда рассчитывали на зеленый коридор и вот застряли в бомбоубежном а вы работе а кто тут работа кто тут ого аккуратно молодой а вы тоже тут не пройти не пройти на кабинет у меня муж работает а муж вы сюда и вы тут и как мы шли так мы все семьей пришли ну как все бабушка дедушка остались дома из какого числа со второго марта не считаете сколько уже пересчитались а вы тут скольки дни уже она 50 а вы тут працюете че не мы родители но и тут нам сталося было найбезпечнейшее на той момент когда мы сюда потрапили оскільки обстрел и наши будинки были уже неприятны для житла и тому мы принимали решение перемещаться сюда сюда на перебивание сюда и с 27 мы тут уже просто на постельно основе находимся я находился на комбинате засталю бомбосховища со своей родиной уже с 25 лютого це понад півтори месяца мы находимся тут и мы потребуемо допомоги оскільки мы не можем мы находимся в эпицентре подій и не можем вийти из них нам потрібно моим дитинам потрібно перебиваться на мирных территориях всем дитям у нас тут много детей мы потребуем эвакуации из комбината засталю и важно просим и полагаем про гарантии безопасности для наших детей у нас находятся понад 15 детей ризного века від немовляти до дитей 14-ти роков кожна родина переживая за життя и здоровье своих детей в першу чергу своих батьков которые тут находятся и потребуют медичного лякувания медичного забезпечения которые уже втрачают силы жизни для того чтобы выбраться звезды звезды мы просим о про гарантии безопасности для наших родин для того чтобы мы могли вильно выйти и чтобы была тиша а наши дети яких же перебывают тут они жодного дня не бывает так тихо чтобы не стреляли им они не боялись и навык просто вибачьте сходить в туалет бо все таки потреба життєва звичайно людська яку вони не можуть просто задовольнити про те що ми знаходимось тут скрутних умовах через те що все це відбувається вже довго достатньо довгий час я хочу сказати теж оскільки жодних наших запасів які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища вже не вистачає ми перебуваємо на грані того що скоро в нас не буде харчування ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей яким в першу чергу віддаємо все що в нас є тому я дуже прошу про те що нам необхідно виїхати на мир на територію України з комбінату азовсталю де ми саме перебуваємося в бомбосховищі день 21 апреля 2022 года ми десколько днів назад вже обращались к вам с просьбою о том щоб ви везли нас ми знаходимося на комбінаті азовсталь но нас ніхто не хоче слышати пожалуйста заберіть нас отсюда ми хотим видити мир на небо ми хотим дышати свежим воздухом ви просто не представляєте що для нас зараз значить покушати випити сладкого чаю для нас це вже счастье 27 февраля ушли с мамою і бабускою з дому после цього не бачили ні небо ні солнце дуже хочеться відбуваться відсюду щоб це було безопасно щоб ніхто не пострадав і жити в безопасності відбуваться на територію України во Львов тому що я ушла только с мамою і бабускою у мене остались братья один брат на момент нашого уходу він був в Харкові успел выбратися во Львов до того, як начались на цей момент Харков бомбили але було ще більше-менше нормально хочеться выбратися щоб був щоб був щоб ми вийдем і на своїй страх і ризк йдемо по дорогі тими жоскорами щоб попали відбувається 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 зробити наші будинки то ми можемо сподівається країна тому що Україна це наш родной дом я з другого цеха ЦРС ми сюди переехали где-то з часу 3 марта поскольку наш цех почали перелетати снаряди из-за этого нас начальник конвертерного цеха предложив свою помощь переехати в его руководство с ним я був здесь принимав участие под моєм я був старшим ЦРС поэтому ми тут хотілося б добиться режима тишини щоб можна було спокійно покинуть завод я здесь нахожусь уже 56 сутки еды мало воды мало просто хочеться выйти увидеть своїх родних близьких зробити нам мирний коридор щоб можна було безопасно спокійно вывести женщин дітей стариків тому що долгом ми так не пройдемемем